Скандинавская стена на границе с Россией, Финляндия, приступила к строительству забора высотой в 3,5 метра на наиболее уязвимых участках с точки зрения возможного потока мигрантов. Из почти 1400 километров общей протяженности границы длина таких участков составит до 200 километров. В приграничном городке Иматра стартовала реализация проекта, который планируют завершить к концу июня. Финско-российская граница пока выглядит так. Небольшой проволочный забор, который защищает скорее от миграции диких животных. Но в ближайшие годы на некоторых участках построят новую преграду. Это заборы из проволочной сетки высотой 3 метра, а поверх него два рулона проволоки с острыми лезвиями. Таким образом, общая высота составит около 3,5 метров. Развязывая войну в Украине, Россия заявляла, что одна из целей ее неоправданной агрессии – предотвратить расширение НАТО вблизи своих рубежей. Но Финляндия, которая многие годы придерживалась нейтралитета, именно с началом полномасштабного вторжения России в Украину, решила обезопасить себя и в рекордные сроки. Меньше чем за год стала членом Альянса, и протяжность рубежа увеличилась в разы. Протяженность финско-российской границы составляет 1340 километров. Большая ее часть крайне удалена и труднодоступна. Это дикая местность, и она очень разнообразная. Иногда это мягкие болота и поля, а иногда скалы, как этот холм. Поэтому и возводить стену будут не сплошную, а лишь там, где наиболее вероятно проникновение в страну мигрантов. Целевых участков для забора будет несколько десятков. Типичными целевыми участками будут пункты пропуска через границу и прилегающие к ним территории. Дороги, ведущие через границу – районы, куда легко добраться на транспорте. К концу 2026 года финский забор должен протянуться на 200 километрах наиболее проблемных участках. Необходимость была вызвана изменением ситуации с безопасностью в Европе. Величайшим изменением, которое произошло в наше время, ситуация на восточной границе была и остается стабильной. Но теперь Финляндия должна усилить свой пограничный контроль. И мы должны иметь более надежный независимый пограничный контроль. Необходимо снизить нашу зависимость от эффективности работы подобной российской службы. Отградиться от России Финляндия решила не первой. Уже в прошлом году подобные рубежи стали обустраивать Польша и страны Балтии. На границе со страной-союзником агрессора Белоруссию и самой России. Яри Толпанин уверен – это самый эффективный способ контролировать нелегальную миграцию. Я думаю, что это очень хорошо. Было бы лучше, если бы он был построен давным-давно. Лично я не думаю, что это очень необходимо. Но, конечно, поскольку ситуация вызвала много страха, многие люди считают важным построить его. На приграничное с агрессивным соседом заграждение Финляндия запланировала потратить до 380 миллионов евро.